Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Иван Русских и поговорим мы с вами о длиннодневных и короткодневных растениях. Дело в том, что такие растения, каждая из этой группы, имеют свои особенности. Все растения на планете Земля приспособились к тем или иным условиям произрастания. Все мы помним, что на экваторе день равен 12 часов и ночь равна 12 часам. Летом в северном полушарии, по мере приближения к полюсу северному, длина дня увеличивается и на северном полюсе она равна 24 часа. Там наступает полярный день. Чем северней, тем летом день длиннее. И вот растения, в зависимости от того, откуда они происходят, из экваториальных тропических широт или же из умеренной зоны и северных широт делятся на короткодневные, то есть те, которые приспособились к длине дня около 12 часов, и длиннодневные, те, которые приспособились к той длине дня, которая находится у нас летом в умеренной зоне. Конечно же, для того, чтобы растение зацвело и в срок дало урожай, ему необходима определенная длина дня. При освещении определенного количества часов растение получает сигнал к началу цветения, а начало цветения определит нам, когда мы получим урожай. В этой связи необходимо помнить, что растения и сорта, происходящие из южных тропических широт, могут быть чрезвычайно позднеспелыми. Дело в том, что когда бы вы их не посеяли, они дождутся 12-часовой длины дня и только тогда зацветут. А такая длина дня у нас, когда в день осеннего равноденствия, то есть очень поздно. Соответственно, длиннодневные растения зацветут на длинном дне и будет все в порядке. В то же время селекционеры очень много стараются и делают такие сорта сельскохозяйственных растений, которые являются фото периодически нейтральными. То есть они не реагируют на изменение длины дня и зацветают через определенное количество дней после их посева. Ну или если уж быть совершенно справедливым, через определенное количество тепла, которое они получили в процессе своего роста. Ну в общем-то в наших климатических условиях это чрезвычайно связано и с календарем. Какие же растения имеют особенности, как длиннодневных и короткодневных? Для некоторых растений нам как раз необходимо, чтобы они не зацветали. К таким растениям относятся, например, редис. Вот редис происходит из нашей умеренной зоны. И в условиях длинного дня он достаточно быстро зацветает. А ведь нам это не надо, нам надо получить сочный и хороший корнеплод. В этой связи все корнеплодные крестоцветные растения, к которым относятся редис, к которым относятся редька, репа и другие подобные растения, турнерс, их нужно сеять либо очень рано, для того, чтобы корнеплод сформировался в условиях короткого дня, либо поздно, во второй половине лета, уже во второй половине июля, а то и в августе. Тогда вы получите действительно сочный и хороший корнеплод. Если же редис вы посеете в мае месяце, в конце мая, то вы получите так называемую цветуху. В вас корнеплод не сформируется или будет деревянистым, невкусным, и редис начнет цвести, даст нам семена. Ну, потому что настал длинный день, и он получил сигнал к цветению. Это необходимо помнить, но в настоящее время существуют сорта фото периодически нейтрального редиса. Они достаточно редки, но в то же время уже встречаются. Поэтому, если вы найдете вот такие сорта редиса, в этом случае вы можете его сеять, не оглядываясь на сроки посева, то есть на ту длину дня, которая ожидается. Имеются особенности выращивания сортов фасоли. Вот все детерминатные или кустовые сорта фасоли являются фото периодически нейтральными. Посеете вы их пораньше или попозже, они все примерно созреют к осени, ну, речь идет, если о сухих семенах. Если же вы выращиваете вьющуюся фасоль, будь то спаржевая или будь то зерновая вьющаяся фасоль, то в этом случае ожидать раннего урожая не приходится. Все вьющиеся сорта фасоли являются короткодневными. То есть они вырастают, целое лето растут, вегетируют и зацветают только ближе к концу лета. Тогда, когда длина дня у нас сокращается. Это необходимо помнить еще и тогда, когда вы планируете посевы по лунному календарю. Считается, что лунный календарь эффективен только в том смысле, что некоторые растения реагируют на полнолуние. И несмотря на то, что растения не в состоянии фотосинтезировать от света луны, потому что он не интенсивный, недостаточный, несмотря на это растения получают сигнал об освещенности и реагируют на полнолуние, как на удлинение периода освещения. И в этой связи можно не получить какой-то ожидаемый урожай. Можно либо удлинить период созревания урожая, либо наоборот получить его в какие-то оптимальные сроки. И хотя прямых доказательств влияния лунного календаря на урожай растений нет, все равно какие-то исследования показывают, что именно связь с полнолунием чрезвычайно плотная и важна для таких растений, ну как тот же редис, который действительно очень реагирует на увеличение длины дня. Чтобы не ошибиться с выбором сортов, читайте об этих сортах. Хорошее описание сортов указывают, для каких зон, для какой местности переспособлен тот или иной сорт. Я сталкивался в своей практике с тем, что головки цветной капусты, например, не завязываются, потому что эти сорта предназначены для более южных зон, для более короткого светового периода. То же касается иногда и сортов лука, ну и других овощных растений. Поэтому будьте внимательны, надеюсь, что этот совет вам поможет в выборе сортов и в правильном выборе сроков посева растений. Я желаю вам всего наилучшего и до встречи. Для того, чтобы не пропустить наши выпуски, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, вот здесь внизу видео, и вы всегда получите уведомления о наших новых выпусках. До новых встреч!